здравствуйте дорогие друзья сейчас мы рассмотрим украину запорожскую область и херсонскую их объединяет днепр сейчас мы рассмотрим что ждет запорожскую и херсонскую перед вами цифра 1 это запорожье а это херсон волнистая линия это каховское водохранилище которая вахнула может карты покажут старую историю знаете вот поэтому вот этот значок поставила потом надпись днепр стрелка в одну сторону и вторую это будет россия это украина и днепр вообще обстановка можно так сказать какая обстановка кому по кайфу кому когда сейчас посмотрим песня напросилась так раз два три четыре значит так это днепр вот эту колода состоит из 23 карт я ее взяла вместо вот это потому что поле маленькой планшет маленький и я вот ее заменила этой голубой считаю что это красная смотрите это днепр здравствуй днепр здравствуй запорожье как ты там поживаешь это запорожье последовательный скарт и 1 и 2 и 3 и вот он херсон это херсон теперь стрелка которая смотрит в эту сторону я не говорю левую праву что у всех будет разное то будете писать значит так это россия это украина левобережье правобережье ну такое дело значит так сейчас посмотрим как дела как живется можется вы украине этим дом областям так причем тут россия да ну вот пришла хозяйство развела свое да сейчас посмотрим как они там живут мясо жуют ли сейчас посмотрим раз два три четыре это днепр здравствуй днепр это запорожье это херсон так россия пришла порядок свой навела сейчас посмотрим и вот украина на своей территории как она живется ей как и можется ну вот эта карта людей это как гороскоп что ли сейчас посмотрим или как натальная карта на страну на эти области так смотрим это днепр здравствуй днепр императрица богатый днепр видите широкие красивые так императрица под днепру плавают люди куда плывут зачем плывут сейчас посмотрим надо же как днепр показали живи и удивляйся мир второй удивительный да и вот смотрите украина чья моя да это получается страна страна какая ну сейчас посмотрим кто хозяин пришла россия до порядок навела а может это украина сейчас посмотрим но это видите как образно взялась вышла вот эта императрица хозяйка да теперь это запорожье 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 привет сила равновесие нужно найти баланс да на днепре и видите тут две силы равные неравные в общем идет противостояние что люди скажут люди девятка динари получается люди материально обеспеченные не обеспеченные это как общество общество людей которые находятся на этой территории смотрят как идут какие-то противостояния так теперь вот он херсон на днепре повешенный двенадцатый аркан жертва этот город жертва ему тяжело херсонская область жертва смотрите тут идет битва сила борьба херсон жертва стихия вода но тут подтопление я вот и говорила может выйти как бы забытая как бы история но она не забытая карты таро помнят и этому городу тяжело живется в общем вот так вот вот такая жизнь на днепре теперь эй вы россияне смеетесь смеетесь а чему вы радуетесь радуетесь тому что воровать пришли вы рады что вы украли кусок земли видите да это карта вора и шут опасная шутка не правда ли так теперь ну даже видите как таро работает теперь незваный гость так теперь вот украина украина отшельник она остановилась и в размышлениях думать что же делать что же делать а что делать скажут люди надо стоять на своем и двигаться но двигаться пока не могут они стоят видите да почему потому что пришли воры глотать кости да кости глотать кости в общем вот так вот карты описали обстановку в украине херсонской и запорожской области теперь как живется мужица ворам которые в опасной зоне и шуты смотрите я еще эту карту называю бедные юрики юрик это произведение шекспира да где гамлет держит череп шута и говорит бедный юрик они бедные юрики а может богатые юрики они же прихватизировали все сейчас посмотрим как живется мужица в запорожской области и херсонской области я специально сделала вот этот крестовину из монтажной ленты так смотрим раз два три четыре что скажут люди как вы там живете россияне в запорожской области так пришли увидели победили или же не победили или ушли так запорожская область украина и раз они выстояли да стоят видят обстановку и что же будут предпринимать ну что делать так теперь херсон раз два три четыре раз два три четыре чужой монастырь со своим уставом пришли теперь бедные бедные юрики пришли увидели и что сделали победили не победили так теперь украина ну тут николаев одесса за херсоном тяжело в этих городах херсон да николаев одесса и что же будет с этими городами потому что видите херсон берет удар на себя хотя ему и тяжело и он мучается мается на воде так потом смотрите раз уже я так сказала пришел увидел победил победа и победа отшельник или же что какое важное решение или тут какое важное решение сделает россия например и украина сейчас я хорошо потусую раз два три четыре что же будет что же будет в итоге что же будет что же будет так начали смотрим жизнь держи жизнь так что делают россияне на этом берегу у них есть там свой представитель лидер ну там какой-нибудь папеса и отступление вот смотрите при своем руководстве это руководитель да ну там какой-то главный который при данной обстановке размышляет о том что может нам уйти видите тут папеса интуиция чтобы не превратиться в бедных юриков поняли да получается лидер говорит надо подумать неужели что-то будет неужели мы уйдем там не знаю фамилию кто-то какой представитель теперь на том берегу дотации помощь деньги и политические и размышления осмысление как потратить деньги куда потратить деньги тут политическая игра да потитутка да тут надо как-то грамотно отнестись к деньгам подумали правительстве ну можно так сказать вот видите они какой-то игре и ожидание нужно правильный подход значит тем более видите тут и борьба я хочу сказать она равная вот видите весы равные и много чего там находится на этой реке на этой битве вот теперь поняли да тут королева динарий деньги тут лидер луна и отступление так теперь идем мы херсон здравствуй херсон не русские русские информация информация для россиян или от россиян ведет тому что бедные юрики защищаются ну значит есть призыв бедным юриком видите призыв защищать им дали приказ не шагу назад не шага вперед видите да информация новости стоять боятся ну очень интересно видите тут херсон ой запорожье переживание и боль неужели мы уйдем а тут нужно стоять до последнего юрика да вот так вот тут много юриков так теперь что за херсоном николаев одесса и что же будет что же будет николаев вот ему повезло видите перед ними стоит херсон он берет удар на себе одесса одессу добивают она вся избита и что же будет что же будет нет повешенной жертвы много жертв смотрите одессу добивают полностью как и вот получается видите двенадцатый 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 колесо да тут еще можно сказать смотрите николаев как бы отбивается видимо там какие-то эти стоят установки но одессу добивают вот так вот так теперь что же будет что же будет смотрим что же будут делать россияне со своими юриками маг ой медведь ой господи я ж удар речи пропала дьявол дьявол сказал всех юриков сюда видите огонь стихия очень жестко все жестко проблематично даже можно сказать смеется тот кто смеется последний видите дьявол пожирает бедных юриков которые должны выстоять им дана информация стоять боятся так теперь что творится в украине это белая карта белая карта неведомое неведомое молчание тут получается видите молча молча и молчать думают что же делать получается на этой стороне да мы стоим но как же быть неужели мы не выстоим видите какая кармическая задача а дьявол прет прет и на днепре получается видите какой-то переход переход в общем очень интересно так карта выше вот одесса николаев да ну в общем вот такая жизнь на днепре и запорожской и херсонской области так теперь смотрите если запорожье запорожье отступление да и дьявол сказал стоять да он на две стороны работает видите и шут на две стороны но тут много погибших видимо будет и херсон очень нужен очень нужен видимо россиянам начали смотрим дальше жизнь какая сложная так раз два три четыре раз два три четыре здравствуй днепр будут ли у тебя какие-то проблемы к зиме мы зиму спрашиваем зима близко зима днепр холод холод летит время время холодов смотрите дьявол хочет этот дьявол хочет этот днепр видите прекрасный держать в своих руках видите чаша его время его время а со стороны отшельника получается императрица то получается днепр получается эти две чаши да или наша или ваша на днепру можно ли сказать на зиму прилетает ангел хранитель потом еще смотрите тут получается время я же сказала зима это длина длинная зима затяжная зима дьявольская зима холодная зима поняли да я же про временные годы сказала да теперь что ждет запорожье так значит длительно это все будет длиться так запорожье как ты там запорожье как живется может на российской территории как живется запорожье на украинской территории и как живется может херсон российская территория и украинская смотрите тут выскочили карты да смотрите вот я взяла да они выскочили они не хотят участвовать и вот тут одна карта открылась 13 да тут как бы видите конец какой-то будет ну вот я ее сюда положу а эти карты не участвуют они не хотят они сказали извините ребята мы вне игры как хотите так даже не знаю сколько их там штук ну смотрите прилично так теперь ну смерть да смотрите если смерть выскочила как бы не взначай да ну в эту сторону тоже можно сказать видите шут это дьявол и 13 аркан и тем более два шута папеса мы берем значит раз два три четыре пять дьявола дьявола нужно убить это убийство убить убить дьявола смерть дьявола видите ну вот как бы видите невзначай ну вот эти если те карты посмотрите я не хочу их смотреть потому что они сказали мы вне игры мы ведем гадание вот в этой игре я имею ввиду тех в этом раскладе где есть военная игра да так теперь смотрите вот прилетел ангел это стрелец стрелец молодец козер по гороскопу 14 арка стрелец это получается декабрь конец ноября и декабрь зима зима близко как живется может с россияном на том берегу юноша да ну тут видите как бы можно сказать информация деньги ну такое поучительное это учение можно сказать может молодых парней туда отправят так теперь в украине сердце кровью обливается больно мне больно сказали в украине теперь херсон что делают россияне в херсоне зимой они имеют планы на будущее они смотрят наблюдают и смотрят вдаль видите тут получается бедный николаев одесса жертвы и жертвы в общем они наблюдают в херсоне в херсоне украина за херсоном императрица вот тут получается вот поля видите поля все но видимо тут еще материальный успех сделки договора какие-то могут быть тем более деньги видите что-то обсуждается и скрытные деньги можно сказать скрытные деньги отшельник скрытные деньги вот теперь дальше смотрим ну смотрите если уже вышел вышел ну вот это делал да ну давайте чем хочет он думает вообще сворачивать свою компанию так раз два три четыре дьявол скажи что ты хочешь вообще от украины победы видите он хочет победу над украиной садник красавчик с пластмассовым лицом так что хочет зеленский ну раз уже так вот посмотрим раз зеленский скажи что ты хочешь тут белая карта видите тут дьявола тут белая карта отшельник и шут раз два три четыре раз два раз два ну третий нету его четвертая что хочет зеленский тоже своей победы видите тоже кубок держит победу хочет лед отшельник вода король воды победу хочет тяжелая победа видите лед тяжесть тяжелая победа он хочет победы ну смотрите тут рыцарь кубков да а тут король кубков тут видите такие силы да как бы и общая победа над всем чтоб каждый остался при своих интересах вот да вот так вот теперь смотрим дальше что же будет что же будет да в итоге в итоге россия соберется и монатки с украинских земель это монатки это вот чтобы вот так уйти с херсонской области готова ли украина идти дальше на свои территории вот чтоб перейти на днепр теперь соберет лимонадки россия запорожской области и готовы ли украина прийти на свои территории вернуться вот как раз мы это и посмотрим видите так раз два три четыре собрать монатки сейчас не дождетесь видите какая злоба да это называется мамамия и два дьявола видите тут вообще такая ожесточенная энергия которая заставляет людей выстоять бояться бедных юриков не жалко и планы на будущее если второй дьявол вышел то это агрессия знаете вот как вот тарадоры вот стоят и два быка прогатых на одного тарадора то есть на украину жуху так вот пришли ужас так теперь что здесь переход они как они ну переходят на какой-то другой уровень значит одесса николаев переходит на другие рельсы можно так сказать и к еще какие-то деньги что-то у них там нарастает видите колесо фортуны переход интересно что это такое ладно потом так теперь запорожье соберут лимонадки битва 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 видите рыцарь мечей очень скоро битва ну вот если общая по горизонтали и по крестовине юрики и тут юрики да так теперь украина у которой сердце кровью обливается солнце свет ну как же жить дальше да тут вроде вы какая-то ясность пришла, переживания. Ясность. Потом, смотрите, что-то у них замышляется. Вообще в Украине что-то замышляется, я так поняла. Вот по всем картам. И это замысел какой-то ведёт к очень неожиданному фактору. Но если сердце кровью обливается, то это надо отдельно смотреть на расклад. А то я сейчас разведу деятельность тут. И посмотрим, что же у них там такое может созреть в Украине. И это может будет ярко выражено и будет это как показатель. Ну, вот так вот. Но то, что два дьявола, это жесть. И тут вот, видите. Ну, в общем, и вновь продолжается бой. И сердцу тревожно у груди. А кто-то лежит молодой, и всё это из-за него, да? Коммунистический лозунг, да? Раз, два, три, четыре. На удачу, на удачу Днепру. Что ждёт Днепр? На удачу. На удачу, Днепр. Это Днепр. На удачу. На удачу. Ну, вот этой стороне россиянам. Так. И на удачу Украине. Так. Удача Днепру. Потому что удача каждому улыбается врагу. Не врагу, умному, неумному. Ну, что такое дело? Вот он, Днепр, хозяин. Днепр, хозяин. Он сам живёт своей жизнью. И Юпитер всё видит. Планеты Юпитер. Величие Днепра. Ну, можно так сказать. Великий Днепр. Так. Теперь. Россиянам. Госпожа удача. Уложения. Видите, деньги, бюджет. Рыцари, рыцари. Тут два рыцаря. Это альянс. Они с кем-то сгруппируются. Ну, может, и рисовые каши придут. Альянс. Они создадут какой-то альянс. Альянс битвы, да? С двух сторон. Направление какое-то. Туда-сюда. Даже три рыцаря, да? Видите? Ого! Это я увидела только вот этих. А вот этого не приметила, который хочет победы. В общем, три рыцаря. Тут, видимо, в трёх направлениях. Ну, можно так сказать. Видите? Планы на будущее. Так. И госпожа удача для Украины. Справедливость, победа и успех. Видите? Скарма. Ну, в принципе, неплохие карты. Вот. Тут, видите, на удачу получается рыцарь же Пентакли. Это, знаете, госуслуги, я называю. Они хотят установить тут свои госуслуги, свою государственные корпорации, чё ещё там, налоговая. Ну, вот это всё, что связано с гос. Вот рыцари. Рыцари динари. Да. Тут установка своих правил. Они со своим уставом придут. Вот. Ну, вот рыцарь. Да, это новости. Так, теперь позовём цыган. Цыгане, выходите! Цыгане, расскажите про Днепр. Что вы знаете? Цыгане! Вот сейчас цыгане всё скажут правду. Вот цыгане на Днепре. Видите? Раз, два, три, четыре. Запорожье. Что делают российские ребята? Шуты, Йорики на Запорожье. В Херсоне, Украина, Запорожье и Херсон. Здравствуй, Днепр! Вот, не повезло ему. Видите? Удача. Удача отвернулась от него. Но Юпитер крепкий, с ангелом-хранителем. Видите? Борьба и жертвы. Не повезло. Что делают ребята, бедные Йорики, на территории Запорожья? Сюрприз. Вода. Ну, деньги и, само собой, сюрприз какой-то. Видите? Нежданчик. Какой-то нежданчик идёт. Ну, как бы что-то... Какая-то сложность. Может, с водой что-то. Видите? Вода. Улов какой-то. Что-то не то поймают. Не то, что съели. Может, выпили. Ну, это такое. Так что вот так. Вот так. Теперь. Запорожье. Украина. Прибыли. Прибыли. Прибыло много людей. Видите? Прибыли люди. Садники. Тут садники. Видите? Тут садники. Тем более путешественники. Люди издалека прибыли. Так. Теперь. Херсоне. Херсоне. Что же делается? Что же делается? Вот так пьют люди. Вот так люди не пьют. Это, знаете, опиум народа. Для народа. Было выражение, да, при коммунистах. Религию опиум для народа. Но тут, как бы, видите, это религиозный коммунистический лозунг. А вот тут, как бы, ну, знаете, вот, как бы, чтобы не было так страшно умереть, можно так сказать, под силой дьявола. А вот это, получается, разгул вот этого всего, где не страшно там погибнуть. вот, поняли, да? Николаев и Одесса. Да, тут туз Пентакли, видите? Туз Пентакли. И вот тут туз Пентакли. Переход какой-то. Тяжёлый переход. Или умершие люди, знаете, вот, как бы, могилки. В общем, тут люди умирают. А тут, видите, всё-таки что-то у них происходить будет в Украине. Ну, и в этой России там что-то будет происходить. Но дьявол, видите, как крепко стоит. Тёмные силы очень сгущаются. Тем более ещё, видите, допинги какие-то. Это допинги. Чтобы, видите, Йорики, да? Есть стихотворение у Тараса Шевченко. Как умрот, так поховайте. Да? В Украине, милой. И вот Днепр бушует. Ну, ещё вот такое вот. Так что вот так вот. Вот такие дела. Вот такая обстановка на Днепре. Смотрите, перемен нету. Всё продолжается, ожесточается. Каждый выживает, как могут. Тут идут какие-то свои жестокие правила. Вот эти рыцари. Очень так вот жёстко всё, видите? И вот два дьявола меня вообще удивило. Ну, в общем, вот так вот. Так что, ни шага назад, ни шага вперёд. Видите? Вот так вот. Ну, всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Очень интересный расклад вышел. Ну, вот победы, видите? Какая победа, видите? Когда победа, видите? Это белая карта. А тут победа какая может быть? До конца и то, видите? Тут в политическом трупе победа. Всё. Ну, тут ещё какой-то вышел. Может, там двойник, тройник. Смену сдал, смену принял. Тоже может быть. Вот. Так что, раздвоение, видите? Вот так вот. Так что, победы я пока не вижу. Вот так. И вновь продолжается бой, да? Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Удачи всем. Всё будет хорошо. Берегите. Вот главное, видите? Бедный Херсон из Запорожья. Мирных жителей вообще нету. Тут, видите, сколько всадников. Ой, ужас. Всё. До свидания вам. Удачи.